Приветствую всех, друзья! Чемпионат мира по быстрым шахматам, третий день, заключительный, и Даня Дубов продолжает играть в стиле Михаила Таля, теперь его жертвой стал тоже сильный достаточно шахматист Аниш Гири. Гири играл белыми, конь f3, Даня играет d5, занимая пешкой центр g3, g6. Как-то можно расставиться в духе Грюнфельда со стороны черных, вот соперник и играет, но правда с каким-то странным слоном на g2. Даня играет c6, размен-размен, конь c3, вот не делает Гири короткую рокировку, и мы, друзья, скоро убедимся, что может быть стоило. Короткая рокировка со стороны Даниила, конь e5, конь e4, вперед, сразу такой бросок, жертвуем пешку, забирает, забирает в наглую, конь c6. Даня предлагает забрать еще одну пешку, говорит, хочешь, бери, забирает, и в этот момент притормозил маленько своей амбиции, не стал забирать, а сделал ход слон e3, казалось бы, развивает фигуру. Но слон h3, теперь уже рокировка не будет сделана, как минимум в короткую сторону, ну или, можно сказать, не сразу. f3, освобождая поле f2 для короля, и кажется, что этого короля достать будет не так просто. Даня занимает, конечно, открытую линию, нападает на пешку b2, b3, ладья d4. И тут все комментаторы, в том числе и Петр Свидлер, считали варианты, видимо, со взятием на d4. Но как играет Дубов, а играет он, как и Михаил Таль, весело и интересно. Он играет и в 5, и f4, то есть не одну, а целых две еще пешки отдает, и уже играет без трех пешек. Гири забрал, пока, кстати, белые действуют не самым плохим образом, и стоят в пределах равенства. Но, друзья, это рапид, это шахматы, тут нужно принимать решение, и в какой-то момент ниш гири все-таки сломался. e5, как раз в духе Михаила Таля, пешка бросается под два удара, гири забирает, ферзь h4, король идет на поле g1, и жертва качества угрожает. Какие-то матовые финалы, правда, бегство еще, может быть, и будет, но, тем не менее, король на d2, согласитесь, попадает, как минимум, где-то под ладья d8. Слон f4, ферзь f4, и нужно было ход ферзь c1 обязательно сделать, взять под контроль поля, хотя здесь черный хорошо после ферзь e5, но позиция в пределах равенства была бы. Но ферзь d5, первая ошибка, на ход ферзь e4 Даня отскакивает шахом, играет ладья f4, и на ферзь d5 ферзь h4, и вот ошибается. То есть лучше было ладью на f5 отвести, атакую пешку e5. Даня отводит, позиция снова, друзья, уравнялась, и вот нужно было срочно ладьей сбежать на поле f1, убрать из-под этого рентгена зверского слона e5. А в партии ошибочный ход ферзь e5, и все. Видите, как упал градусник, все, у Дани выигранная позиция, и здесь он уже своего соперника не отпустил. Шах, повторил, дал шах g5, теперь видно, что на короле f2 можно будет дать шах, потом слоном добавить, поэтому гири бросился спасаться на ферзевый фланг, но получил серию шахов, после чего позиция просто незащитима. Такой тихий, спокойный ход с нападением на ферзя, еще один шах, подвели ферзя поближе к белому королю. Играть белым все труднее и труднее, угрожает где-то ход ладья b4, поэтому a3. Здесь Даня, конечно, мог как-то крутить позицию, ферзь e7, ладья b6 с идеей поставить мат, но он решил просто забрать материал, съел, съел, ферзь e6 шах, это в конце еще варианта двойной удар, в итоге ферзь за ладью, абсолютно выигранная позиция, и в этой ситуации ниш гири уже сдался. Такая вот боевая партия, можно сказать очередная боевая партия Дубова, которая мне очень понравилась, и делюсь, друзья, ей с вами. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось видео, ставьте лайк, всем добра, хорошего настроения и красивых шахматных побед.